Друзья, всем привет! Вы смотрите 47 выпуск дайджеста новостей в этап технологий. Каждую неделю мы рассказываем вам о значимых новостях в сфере технологий искусственного тела, кибермедицины, робототехники, био- и нанотехнологий. Начнем! Выпускники Калифорнийского университета в Беркли, США основали компанию SuiteX и планируют заняться массовым выпуском своего экзоскелета Fenix для людей с нарушением моторных функций нижних конечностей. Носимая роботизированная конструкция легко настраивается под нужный размер и весит всего 12 килограммов. Запаса заряда батареи хватает на 4 часа непрерывной ходьбы при максимальной скорости чуть меньше 2 км в час и до 8 часов работы с перерывами. Стоит экзоскелет всего 40 тысяч долларов, это гораздо ниже, чем у конкурентов. В настоящий момент компания SuiteX принимает предзаказы и планирует начать поставки экзоскелета в марте этого года. Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны разработали эластичный манипулятор, использующий для захвата объектов различной формы электроадгезию. Удержание предмета производится за счет электростатического притяжения. При включении питания два эластичных плоских актуатора крепко схватывают предмет. Исследователи сравнивают такой захват с привычным захватом кончиками пальцев. Манипулятор получился прочным, сильным и аккуратным. Устройство может захватывать хрупкие и одновременно достаточно тяжелые предметы, например, сырое куриное яйцо. Применение электроадгезии позволяет захватывать даже такой сложный для манипуляторов объект, как лист бумаги. Подобный манипулятор может пригодиться на производстве в пищевой промышленности, при протезировании и даже для сбора космического мусора. Британское государственное управление по эмбриологии и искусственному оплодотворению разрешило проводить генетическую модификацию человеческих эмбрионов с помощью технологии CRISPR-Cas9. Первые подобные эксперименты были проведены около года назад в Китае, но их легальный статус был неясен, и они вызвали поток критики со стороны исследователей. Великобритания же станет первой из западных стран, официально разрешивших применение технологии редактирования генома по отношению к человеческим эмбрионам. Разрешение касается только исследовательских целей и выдано пока единственному научному коллективу, группе возглавляемой Кэти Никен из Института Фрэнсиса Крика. Ученые будут обязаны уничтожить полученные генетически модифицированные эмбрионы в течение 14 дней после их получения, и их нельзя будет подсаживать женщине для вынашивания. Однако старт исследования в Великобритании – это важный шаг для начала применения технологии редактирования генома на людях. Потенциальная технология CRISPR-Cas9 способна изменить отношение человечества к тысячам наследственных заболеваний. Если раньше они были либо полностью неизлечимы, либо допускали палеотивное асимптоматическое лечение, то сейчас открывается возможность устранять саму причину возникновения болезни. Еще один мультикоптер, способный летать в воздухе, плавать по поверхности воды и передвигаться под водой с полным погружением, разработан инженерами из Оклендского университета США. Беспилотник LoonCopter оснащен балластной камерой и при посадке на воду накачивает в камеру необходимое количество воды для погружения или уверенного плавания по поверхности. При погружении квадрокоптер заваливается на бок до тех пор, пока не принимает вертикальное положение. В таком режиме беспилотник может передвигаться, используя роторы как грибные винты. Авторы считают, что подобная конструкция позволяет использовать LoonCopter для разведки. Он может быстро перемещаться по воздуху и зависнуть в необходимой точке для сбора данных или погрузиться в воду. При этом в режиме плавания по поверхности воды беспилотник практически не потребляет энергию, что полезно для экономии заряда батарей. Компании Google не дает покоя вопрос максимального интернет-покрытия всего земного шара. Как стало известно британской газете The Guardian, в настоящее время группа инженеров лаборатории Google X в рамках проекта SkyBender создает автономные дроны на солнечных батареях, которые будут раздавать интернет 5G на скорости в 40 раз превосходящий стандарт LTE, достигая нескольких гигабит в секунду. Испытания беспилотников начали проводиться на так называемом космопорте Америка в штате Нью-Мексико. Тесты по передаче данных проходят в миллиметровом волновом диапазоне на частоте 28 ГГц. Один из недостатков технологии – дальность приема такой версии 5G будет в 4 раза ниже, чем для 4G. Для увеличения расстояния передачи данных Google рассчитывает запустить тысячи дронов, которые будут обеспечивать высокоскоростное интернет-соединение по всему миру. И на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем обзор новостей за последние 7 дней. Подписывайтесь на наш канал, находите нас в социальных сетях, оставляйте свои содержательные комментарии и до встречи через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok